Капризы природы заставили управляющие компании бросить все силы на устранение последствий непогоды. Сотрудники территориального управления по Ленинскому району сегодня отправились в рейд по улицам города. Цель – проверить, насколько улицы и дворы безопасны для прогулок. Милана Поварницына с подробностями. В 10 утра во дворах домов по улице Попова и Калинина царило непривычное оживление. Началась охота на сосульки. Из-за переменчивой погоды жилищникам ежедневно приходится бороться с наледью и снежными навесами, которые скапливаются на крышах. Зарубежные соседи давно их срезают лазером и горячим паром. У нас же по-прежнему борются, что называется, дедовским способом – с помощью топора и лома. К малоэтажкам выезжает автовышка, а для очистки крыш высоких домов приглашаются специалисты. Там уже на веревках скалолазы. Это пятиэтажки только достают вышкой. А там уже на веревках висят и чистят. У нас энтузиасты в ЖКО работают. Масштабные рейды по проверке уборки придомовых территорий и снежных наледей начались недавно. Все сосульки и снежные навесы должны быть своевременно убраны, а подходы к подъездам и тротуары во дворах обязательно посыпаны противогололедной смесью. Таковы требования, которые выдвигает жилищная инспекция управляющим компаниям. Но пока на многих улицах рядом с очищенными крышами соседствуют ледяные глыбы. Изначально обращается внимание на то, где сосульки представляют непосредственную опасность, то есть могут принести вред, ущерб здоровью. В первую очередь со двора, либо там, где они, над тротуаром. Это в первую очередь должно, потому что домов очень много и обслуживающие организации просто физически не в состоянии отреагировать в один день, в одной части. Работа будет вестись до тех пор, пока не отреагируют все обслуживающие организации. В Ленинском районе сотрудники-энтузиасты развернули активную борьбу со снегом и наледью. В администрации предупреждают, по закону за неуборку сосулек виновников ждут штрафы. Кстати, оштрафованными до 5000 рублей могут быть и простые граждане. В последнее время у нас очень много появилось несанкционированных так называемых нагромождений. Это когда закрывают у нас балконы. И сверху, особенно это касается пятых этажей, там появляется своя кровля. И вот с этой кровли у нас часто сосульки, снег, наледь падают на тротуары. И хотелось бы предупредить, предостеречь жителей нашего города о том, чтобы они, как собственники своих помещений, в том числе и балконов, следили в том числе и за состоянием кровли над своими балконами. По новому законодательству штраф за неуборку сосулек для должностного лица составляет до 50 тысяч рублей. Для домоуправляющей организации – до 200 тысяч рублей. Напомню, что ответственность за не сбитые сосульки, как и упавшая на человека, несет управляющая компания. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.